Пакт Молотова-Риббентроп Германия и СССР разделились на два враждебных лагеря. Противостояние может закончиться раз и навсегда. Жизненные пространства Германии и СССР прилегают друг к другу, но в столкновениях нет потребности. У Германии нет агрессивных намерений в отношении СССР. Врагами как национал-социалистической Германии, так и Советского Союза являются капиталистические демократии Запада. Они снова пытаются втянуть СССР в войну против Германии. В 2014 году эта политика имела для России катастрофические последствия. В общих интересах обеих стран избежать разрушения Германии и СССР, что было бы выгодно лишь западным демократиям. Кризис в германо-польских отношениях, спровоцированный политикой Англии, а также британские попытки создания антигерманского блока, делают желательным скорейшее выяснение германо-русских отношений. Конец цитаты. Дипломатический язык туманен, но суть вот. Немцы предложили нам союз. С геополитической точки зрения это разумно. Лишь союз континентальных держав может быть прочным и взаимовыгодным. И именно сближение немцев и русских панически боялись британцы. Звучит и верная мысль. Демократии Запада пытаются втянуть СССР в войну против Германии. Но мы-то с вами знаем, что Рейх был создан англосаксами и покорно выполнял их волю. И Сталин это знал. Так что реальная суть документа во фразе «Кризис в германо-польских отношениях». Вторжение в Польшу Гитлер наметил на конец августа. Скорее всего Сталин знал и об этом. Анализируем ситуацию. Немцы захватывают Польшу, выходят границы СССР, а договора между нами нет. И отношения скорее враждебные. Что за этим следует? С огромной вероятностью германо-советская война прямо сейчас. Когда наша промышленность еще не готова вооружить армию. Немецкое вторжение все равно неизбежно. Но надо оттянуть его как можно дальше. Как? Или подружиться с кем-то против Гитлера, или договариваться с ним самим. Мы выбрали первый путь. В очередной раз предложили Англии и Франции заключить договор о коллективной безопасности. И нам ответили. Впервые. 11 августа в Москву прибыли делегации этих двух стран. Однако, то были генералы без права что-либо подписывать. Они могли лишь языками чесать. Более того, руководитель английской миссии адмирал Дракс получил инструкцию ввести переговоры как можно медленнее. И прибыли гости не самолетом, а тихоходным пароходиком до Ленинграда. Затем поездом до Москвы. Дольше только пешком. Ясно? Они стремились дотянуть до немецкого вторжения в Польшу. Чтобы Москва, связанная этими переговорами, не общалась с Германией. И они тянули. Мы предлагали составить четкий документ. Как, когда и какие конкретно силы наших стран должны действовать, если Германия нападет на Францию, на СССР, на Польшу, на Румынию или на Прибалтику. То есть предусмотреть все варианты и реально к ним подготовиться. Но партнеры вместо конкретики навязывали словеса. Типа ударить всеми силами, в кратчайшие сроки, полная безответственность. Кроме того, в разгар переговоров европейцы потребовали четырехдневного перерыва. Дескать, ждут решения своих правительств. Подчеркиваю, это середина августа 1939-го. До начала самой страшной в истории войны две недели. Если бы мы заключили союз, то Гитлер не посмел бы действовать. И уцелели бы десятки миллионов людей. Но Англия и Франция такой союз саботировали. Переговоры продолжали быть бестолковой болтовней. Время уходило, и мы были вынуждены принять предложение Риббентропа. 23 августа он прибыл в Москву, где и родился следующий документ. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. 23 августа 1939-го года. Правительство СССР и правительство Германии, руководимые желанием укрепления дела мира, пришли к следующему соглашению. Первое. Обе договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всякого агрессивного действия в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами. Второе. Если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. Третье. Правительства обеих договаривающихся сторон останутся в контакте, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы. Четвертое. Ни одна из договаривающихся сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны. Пятое. В случае возникновения споров между договаривающимися сторонами, обе стороны будут разрешать эти споры исключительно мирным путем. Шестое. Договор заключается сроком на 10 лет. Если одна из договаривающихся сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора автоматически продлевается на следующие 5 лет. По уполномочию правительства СССР Молотов за правительство Германии Риббентроп. В августе 1939-го не только готовилось немецкое вторжение в Польшу. Если подзабыли, как раз тогда мы добивали врага на Халхенголе. Сплелся клубок. Первое. Мы этой победой показали свою силу, чем вынудили немцев с нами считаться. Без Халхенгола не было бы пакта. Второе. Его подписание добавочно повлияло на японцев в желании сдаться. Третий пакт вбил клин между японцами и немцами, поскольку противоречил антикоминтерновскому пакту. Японцы восприняли это как измену Гитлера. Итак, пакт позволил нам выиграть время для перевооружения и испортил идиллию между Токио и Берлином. Нам он был очень выгоден. Да, но немцам-то он зачем? Спросите вы, морща лоб. О, тут игра тонкая. Захватив Польшу и выйдя на нашу границу, Гитлер тоже не хотел немедленно воевать с нами. Он тоже нуждался в паузе. Зачем? Покажу ниже. Так что временная дружба требовалась и Рейху, и нам. Вообще ситуация была очень непростой. Ее обрисовал Сталин на заседании Политбюро 19 августа, за 4 дня до подписания пакта. Надеюсь, источнику этой цитаты можно доверять. Некоторые сомнения он у меня вызывает. Сталин сказал, вопрос мира или войны вступает в критическую фазу. Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, сноска, как мы знаем, эти страны договор срывали, так что такого варианта в реальности не было, то Германия откажется от Польши и станет искать моду свивенди с западными державами. Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный характер для СССР. Если мы заключим с Германией пакт о ненападении, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. Западная Европа подвергнется серьезным беспорядкам, а у нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта. Мы должны предвидеть последствия, которые будут вытекать как из поражения, так и из победы Германии. В случае поражения в Германии будет создано коммунистическое правительство. Сноска, ход мысли мне не ясен. Почему поражение должно привести к советизации? Видимо, Сталин провел аналогию с революциями в России и Германии 17-18 годов. Однако тогда все происходило наоборот. Сначала подстроенные английской разведкой перевороты, а уж потом военные поражения. Возможно, Сталину тут пришлось просто придерживаться марксистской мифологии. Ведь официально считалось, что революции произошли по внутренним причинам, и иностранные спецслужбы тут ни при чем. Если Германия будет поражена в скоротечной войне, Англия и Франция останутся достаточно сильны, чтобы захватить Берлин, а мы не будем в состоянии прийти на помощь нашим большевистским товарищам в Германии. Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы Германия смогла вести войну как можно дольше, чтобы изнуренные Англия и Франция были не в состоянии разгромить ее. СССР будет оказывать помощь нынешней Германии, снабжая ее сырьем и продовольственными товарами. Сноска. Вот потому эшелоны в Германию и шли вплоть до 22 июня. Рассмотрим теперь второе предположение, то есть победу Германии. Некоторые придерживаются мнения, что эта возможность представляет для нас серьезную опасность, но было бы ошибкой думать, что эта опасность так близка и так велика. Если Германия одержит победу, она выйдет из войны слишком истощенной, чтобы начать вооруженный конфликт с СССР. Ее основной заботой будет наблюдение за побежденными Англией и Францией с целью помешать их восстановлению. С другой стороны, победоносная Германия получит огромные территории и в течение многих десятилетий будет занята установлением там германских порядков. В интересах СССР, чтобы война разразилась между Рейхом и англо-французским блоком. Именно по этой причине мы должны согласиться на заключение пакта, предложенного Германией. Конец цитаты. Достоверность этого текста для меня сомнительна потому, что Сталин тут рассчитывает на реальную англо-немецкую войну. Но, возможно, в августе 1939-го он не имел еще достаточной информации и мог надеяться на серьезный внутризападный конфликт. Пусть два наших врага сцепятся между собой. Это стало бы для нас спасением. Цинично? Нет, реалистично. Так и должен мыслить патриотический политик. А секретный протокол, напомнит читатель, о да, куда ж без него. Давным-давно запущена утка, что одновременно с пактом подписали вот эту бумажку. Текст даю по так называемой фотокопии с абсолютной точностью. Секретный дополнительный протокол. При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик, ниже подписавшиеся уполномоченные обоих, сноска орфография того, что называют оригиналом, сохранена. Обоих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о рограничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к ниже следующему результату. Первое. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению в Веленской области признаются обоими сторонами. Второе. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав польского государства, Сноска «польского государства» – оба слова с заглавной буквы. Граница сферы интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого польского государства, и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия. Третье. Касательно юго-востока Европы, с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. Четвертое. Этот протокол будет сохраняться обоими сторонами в строгом секрете. Москва, 23 августа 1939 года. То есть, поделили Польшу и Прибалтику заодно. Вроде как протокол существовал на русском и немецком языках. Оба варианта хранились в Москве и в Берлине. Впервые он появился на Нюрнбергском процессе в виде фотокопии с берлинских подальников. Копии где-то достала американская разведка, а оригиналы якобы сгорели. Затем эта тема всплыла в конце перестройки. Советского подальника так и не нашли. Ну, не было его никогда. Однако это не помешало Горбачеву и Яковлеву объявить несуществующий протокол преступным. Бред клинический. О чем я? А вы перечитайте фотокопию. В случае территориально-политического переустройства, северная граница Литвы одновременно является границей сферы интересов Германии и СССР. Теперь смотрите карту. Из текста не ясно где чье, но либо Литва остается за нами, а Латвия, Эстония и Финляндия за немцами, либо наоборот. Но реально-то вышло абсолютно не так. То есть протокол, даже если признать его подлинным, не имеет никакого отношения к прибалтийской реальности. Где же он преступен? Однако сепаратисты, размахивая этой бумажкой, радостно откололись, распад Союза стал неизбежным, американцы выиграли холодную войну. А в 92-м году состоялось чудесное обретение мощей. Волкогонов, почему-то именуемый историком, вроде как нашел советские оригиналы. Ура, ура, либералы от восторга порвали десяток баянов. Да вот беда, подлинников так никто и не увидел. Короче, вот факты. Первое. Подлинников не существует. Второе. Фотокопия озаглавлена по-идиотски, потому что не указано протокол дополнительный к чему. Документы так не оформляют. И потому что секретность выносится в гриф. Секретно, строго секретно, совершенно секретно, а не в название. Третье. Там сказано. Областей, входящих в состав прибалтийских государств. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Это с каких пор финны стали прибалтами? Дипломаты высшего уровня таких ляпов не допускают. Четвертое. Не определено понятие сфера интересов. Что под этим подразумевается? Так документы не составляют. Пятое. Нам толдычат. Два хищника сговорились сожрать Прибалтику и Польшу. Но почему хищники в секретном договоре пишут столь туманно? В случае территориально-политического переустройства все равно чужие-то не прочтут. Писали бы просто в итоге совместного вторжения. Шестое. На документе нет печатей. Седьмое. Подпись Молотова поддельна. Особенно ярко это видно по букве Т. Смотрите. Восьмое. На немецком экземпляре подпись Молотова поставлена латиницей. В принципе, это возможно. Есть два образца его, видимо, подлинной подписи на Пакте о взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой от 28 сентября 1939 года. Вот они. Что здесь не так? По-разному написана буква Т, а в самом конце то W, то FF, но не это главное. Подлинные эстонские подписи небрежны, корявы, вполне в стиле русских поддельников Молотова. Подпись же на секретном протоколе изысканно каллиграфично. Ее явно выводила другая рука. Девятое. Тупо повторяется одна и та же ошибка обоими сторонами. В советском документе никто бы не написал «Польское государство» с заглавной буквы. Ну, не по-русски это. Опечатку в слове «рограничение» исправили от руки. Если бы это увидел Сталин, ему бы глаз порезало. И он наверняка потребовал бы перепечатать. Благо, объем текста смехотворен. Такие ляпы возможны, лишь если в фальшак клепали нерусскоязычные люди. И действительно, фотокопии, вброшенные американцами на Нюрнберг, впервые опубликованы в 1948 году в сборнике Госдепа США «Нацистско-советские отношения» 1939-1941 годы. Опять Америка. Холодная война уже началась. Так что ямки, скорее всего, протокол и сварганили. А впрочем, и не важно, подделан ли протокол, хоть явно подделан. Ведь смотрите, Сталин и винят. Он заключил пакт с Гитлером, и тот из-за этого напал на Польшу. Ну что ж, последовательность событий верна. 23 августа заключен договор, а через неделю начались бои. Одно из другого вытекает? Ничуть. Военные операции за неделю не планируют. Вторжение вермахта в Польшу было предрешено значительно раньше. План вторжения, план ВАЙС, начали разрабатывать еще в апреле. И состоялось бы в любом случае, независимо от подписания советско-германского договора, с секретным протоколом или без него. Вы можете возразить, военные планы не всегда выполняются, некоторые остаются на бумаге. Верно. Но не в данном случае. Захват Польши был позарез нужен мировым банкирам, ведь иначе Гитлера не вывести на границу СССР. Даже если бы мы чудом заключили договор с Англией и Францией, они все равно нашли бы способ скормить Польшу немцам. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok